В связи с ростом заболеваний коронавирусом и принятыми ограничительными мерами, Висагинское самоуправление вместе с Красным Крестом начали предоставлять услуги пожилым Висагинцам и людям с недугом. О том, какие это услуги и каков порядок их предоставления, мы побеседовали с руководителем Красного Креста Марией Коркут. Мария, сейчас настала вторая волна пандемии, ужесточились все меры, и в этих условиях Красный Крест снова приходит на помощь. Практически работаем, не останавливаясь с первой волны, И мы и все лето помогали, и осень, и сейчас, когда была объявлена вторая волна карантина, естественно, Красный Крест всегда был готов помочь и помогаем. Люди пожилые, понятно, пока не было карантина, пока не было пандемии, им не нужны были эти социальные услуги, Это был даже хороший повод выйти в магазин, в аптеку и из дома выйти. А теперь, конечно, эти люди стали самыми уязвимыми, потому что формы заболевания COVID для такого возраста самые сложные бывают. И поэтому, выполняя проект оказания комплексных услуг в Висагинском самоуправлении, с декабря начинается новая услуга. Это покупка продуктов, лекарств и оплата самых необходимых счетов за свет, за телефон. Услуга предоставляется, не входя в контакт с подопечным, то есть до дверей, как называется. Наш сотрудник связывается с пожилым человеком, берет у него заказ, что ему нужно купить, берет наличные деньги и передается все это очень осторожно, используя все меры предосторожности. Покупается этот заказ и приносится этому человеку. Красный Крест будет выполнять эту услугу только на период карантина. Пока объявлен карантин, мы работаем. Как только будет объявлено, что карантин снимается, понятно, что эта услуга тоже останавливается. И эта услуга будет предоставляться только для пожилых людей, тем, кому за 65 и старше, и если у людей есть недуг. То есть для пожилого возраста и для людей с недугом. Хотела бы выточнить, Мария, эта услуга не будет предоставляться тем людям, у которых есть социальный работник, приходящий на дом. Да, мы будем эту услугу предоставлять именно тем, у кого нет никаких других социальных услуг. Возможно, да, и им тоже нужна была бы эта услуга, но мы понимаем, сколько у нас в Весогиносе пожилых людей, одиноких, и даже если и не одиноких, но они живут, если даже живут муж и жена, они оба пожилые, и нету ни детей, ни родственников в этом городе, которые были бы моложе и могли бы им помочь. Давайте уточним, что должен сделать пожилой человек, который хочет воспользоваться вашей помощью. Как он должен подготовиться к приходу? Для того, чтобы получать эту помощь, достаточно всего лишь позвонить на телефон, который вы видите на экране, и сказать, что нужна услуга. Там спросят, конечно, адрес, данные какие-то, чтобы проверить через программу список, что этот человек действительно подходит по возрасту или имеет нетрудоспособность какую-то, и он не получает социальных услуг. Дальше передаются все данные в Красный Крест и направляется туда наш сотрудник, который заполняет форму, упрощенную очень форму прошения подписывается, и заполняется анкетная данная. Все, больше никакого контакта тоже не будет. Это все занимает две минуты, не больше, чтобы заполнить необходимые данные, потому что понимаем все, что это идет проект. Проект финансируется из Европейских структурных фондов, и, конечно, туда нужно тоже давать отчет. Поэтому мы должны записывать, кому мы оказываем, и все это проверяется через базу данных. То есть все инструкции также будут получены, там встретите, может быть, в перчатках, маске. Мы каждый раз будем подчеркивать о том, что нужно быть в маске, что нужно держать расстояние не менее двух метров, что если есть перчатки, бахилы, все это мы одеваем тоже. Конечно, мы уже научены за период этот, сколько длится уже эта пандемия. И сами пожилые люди очень осторожные, и наши сотрудники, и добровольцы, все, кто ходит к этим людям, мы соблюдаем все меры предосторожности, которые требуются. У вас здесь очень много различных пакетов стоит, с различными наборами. Для кого они предназначены? Ну, время идет, ничего не меняет, календарный год ничего в своем плане. И накануне Рождества, несмотря на то, что очень сложно все, мы, опять же, подчеркиваю, соблюдая все меры предосторожности, все-таки мы стараемся поздравить наших подопечных с Рождеством, всех социально поддерживаемых людей, которые к нам обращались за помощью, которым мы помогаем. По мере возможности мы хотим их тоже поздравить. Также очень много делают наши добровольцы. Без добровольцев эта организация вообще не смогла бы, наверное, существовать и что-то сделать. Поэтому мы проявляем внимание и заботу о каждом добровольце, и добровольцам тоже подготовлены подарки. И я приглашаю еще раз воспользоваться этой бесплатной услугой для людей, которым за 65 лет или у кого есть недуг. Мария Коркут также информировала о том, что бесплатная услуга по покупке и доставке продуктов будет предоставляться одному человеку два часа один раз в неделю. На вопрос, может ли быть оказана услуга по покупке продуктов одиноким людям моложе 65 лет, если они, например, заболели или вынуждены быть на самоизоляции, Мария Коркут сказала, что в исключительных случаях добровольцы Красного Креста окажут и эту помощь. Благодарим сотрудников и добровольцев Красного Креста за их готовность всегда прийти на помощь и поздравляем их с наступающим Рождеством и Новым Годом.